нету ни школы не садика не магазина не кинотеатра вообще ничего нету есть только лес с белками и все больше нету вы начал вообще рассчитывать кто вам рисует эти планировки наш отдел частично можно в этом жить вообще с комфортом и кайфом вот так где места хранения где мастер спальня всем привет сегодня снимаем ролик послевкусия после нашего с пашей визита к замечательному застройщику который буквально ворвался в наш городок из славной астрахани это та которая на берегу волги и собственно говоря это совершенно новый застройщик который появился на горизонте и встал в один ряд с нашими сказать местными красавцами и вот мы пытались понять в этом интервью насколько же этот застройщик хорош так сказать насколько он в сравнении хорош и вот сейчас я задам вопросы к павлу это после того самого интервью которое мы с ним провели с этими смелыми ребятами наш это боятся с нами на в интервью выходить а эти вот так смело согласились значит ребята из астрахани компания называется прогресс застройщик прогресс жилой комплекс называется амуцена и вот про это сегодня наше мнение наши вопросы наши послевкусия в общем поехали ну что паш давай на чистоту да теперь давай на чистоту то что нам там рассказывали это одно но тем не менее какое-то впечатление сложилось но у меня на самом деле больше вопросов ну реально то есть к этому жилому комплексу ну к застройщику понятно это у тебя наверно там какие-то больше вопросов да хотя в общем смелые ребята на надо отдать им должен по ценнику в первую очередь амбициозные амбициозные вот что ты думаешь по этому поводу будет ли там продаваться по такому ценнику квартиры просто твое мнение вот у меня сомнения большие возникли стопе 145 тысяч за квадратный метр где-то на границе екатеринбурга с лесополосой значит в поле где нету ни одной дороги значит сдача в 20 ключи выдают из ваших шестом году ну давай все-таки конкретизировать то что мы услышали до строчка что 26 год они прописали с запасом что руководством поставлена задача два два с половиной года если от сегодняшней даты отсчитывать то это там середина 24 грубо на должно быть ну конец на 4 более реалистично касательно застройщика я на сегодняшний день я вот сначала у меня какая хронология была я услышал цены в какой-то из презентации банка охренел будет честный типа какие три 200 за студии 24 квадрата ребята вы чё наркоманы и сходил на презентацию где собственно сам генеральный директор прогресса виктор тарасенко нам риэлторском сообщества в закрытом формате продукт презентовал после того что я услышал на презентации у меня как бы часть вопросов относительно ценообразования отпала я был впечатлен тем как это красиво было но офисом ты тоже был впечатлен да ребята в плане упаковки молодцы красиво заходит да я даже такой думаю может быть свои инвестиции перед перестроить в в этот проект там клиентам предложить далее но это наш после красивого вечера я переспал с этими мыслями немножко осмотрелся немножко поанализировал пока я к этому готов относиться как к интересному смелому кейсу из серии наглость второе счастье и удача любит смелых ну то есть вот застройщик как он нам проговорил в кадре знает себе цену но как я проговорил ему надо еще пользоваться спросом будет ли это пользоваться спросом вот именно на текущем этапе на том в котором мы снимали плита лежащая на земле да и красивый забор большие сомнения будем честны будет ли это расти так чтобы это имело инвестиционный потенциал в нынешних реалиях на фоне там той же брусники да причем бруснику мы берем там ценник застройщика он наверное процентов на 10 меньше чем amundsen хотя сдается на минимум на год раньше а если мы возьмем бруснику которую продают по переуступкам уже более реалистичные цифры потому что брусника она сейчас как застройщик выставил заградительный ценник то это еще более удручающая картина для конкуренции саму цен для меня вопрос но насколько я понимаю у ребят какая-то там масштабная рекламная компания в умы горожан заселяет свои подходы к устройству будем посмотреть назовем это как друзья мы уже хотели было выложить ролик номер два обзор жека amundsen который так вами ожидаем я это знаю но тут к нам обратился андрей красовский буквально ворвался на последних минутах с предложением поучаствовать в ролике и поделиться своими впечатлениями о том как он ходил в отдел продаж покупать квартиру жека amundsen и мы с павлом посчитали что это невероятно ценная информация гораздо интереснее полезнее будет для вас чем мы просто там сидя на диване посидели и поболтали значит своими мнениями поделились вот он живой человек который туда прям ходил как покупатель друзья если у вас есть чем поделиться с нами и вы хотите поучаствовать в ролике мы можем к вам приехать снять сделать обзор вашего жека это будет здорово ценно что называется от первого лица поэтому пишите в комментарии мы всегда с удовольствием примем поучаствуем и будем только рады ну а сейчас давайте начнем начнем задавать вопросы паша давай начинаем андрей привет насколько понимаю для тебя недостатков этой локации нет раз ты здесь живешь но все-таки здесь еще ряд проектов почему чем тебя привлек именно жека amundsen да ребят спасибо что значит я участвую в ролике действительно для меня локация абсолютно не играет никакой роли потому что я рядом проживаю и что для меня было интересным в этом проекте меня подкупила естественно супер современный двор который заявлен застройщиком очень красивый меня подкупили их места общего пользования и меня подкупила принципе значит не недорогое обслуживание за квадратный метр то есть всего 40 рублей за квадратный метр то есть это достаточно бюджетная бы сказал нереально бюджет и еще немаловажным фактором для меня было разнообразие планировочных решений самого застройщика с выбором начиная от студии и заканчивая большими семейными квартирами собственно почему я и рассматривал вот этот широкий спектр часть квартир как инвестиционных часть квартир для личного проживания андрей расскажи нам о своих впечатлениях от посещения отдела продаж значит что касается самого отдела продаж то есть нужно понимать что весь проект построен очень красиво с точки зрения маркетинга то есть шик блеск пушка бомба это нужно понимать и это видно начиная от стилизованной входной группы красивой действительно красивый и заканчивая эстетически красивым офисом стильным продуманным функциональным ну и естественно с широким спектром вытекающих и сервисом и обслуживанием и так далее то есть это это безусловно как бы плюс застройщик андрей свои дифферамбы по поводу упаковки офиса отдела продаж мы уже в прошлом ролике озвучили ты скажи пожалуйста была ли какая-то конкретика по поводу какие материалы применяются какие окна устанавливаются что-то что проясняет не самый низкий ценник застройщика слушай вот паш этот наверное вопрос он будет для многих как и для меня ключевым потому что безусловно ценник на мой взгляд достаточно задранный особенно учитывая локацию это 130 тысяч за квадратный метр и выше при этом при всем как таковой конкретики из презентации ты не слышишь ничего никакие используются значит профиля в окнах никакие используются трубы какие материалы при возведении стен ничего абсолютно ничего только красивые картинки и это нужно понимать друзья я знаю что вы задавали вопросы на которые мы так и не смогли ответить я понимаю ваше возмущение по поводу того что никакой конкретики какие материалы кирпичи трубы окна профиля вот сходил человек задал эти вопросы он покупатель это не мы туда пришли и ему точно также не смогли ответить на эти вопросы я думаю что просто не смогли скорее всего не то чтобы не захотели они смогли оставляют так сказать себе возможность купить тот кирпич или иной поставить эти окна или третье но мне так кажется но вот есть еще комментарий тут от павла он писал застройщику да я видел комментарии зрителей по поводу того что мы льем воду но собственно говоря я скинул их застройщику попросил присоединиться к беседе отдел маркетинга на сегодняшний день по моему пришло уже два дня с момента того как зрители возмутились реакции застройщика нет возможно она последует но мне кажется что конкретики там действительно пока маловато андрей значит какие выводы я для себя сделал разговаривая с тобой во первых тебя подкупила реклама маркетинг ты купился много плакатов красивый двор мопы ты туда пошел стал рассматривать значит попал в отдел продаж там все очень красиво я сам впечатлился надо сказать признать честно и ты тоже по всей видимости ты задал некие вопросы посмотрел планировки давай теперь плюсы и минусы тебя как покупателя вот что тебе понравилось что тебе не понравилось какие может быть сомнения возникли в твоей голове по поводу после посещения да и когда-то уже более так сказать глубоко погрузился продукт проект не знаю действительно вот если все это резюме резюмировать подытожить наверное самый основной минус это высокий ценник нужно понимать что безусловно это наверное и условный минус но тем не менее кому-то это подходит кому-то нет 130 тысяч за квадратный метр я лично я считаю достаточно дорого учитывая что необходимо еще вкладываться в отделку и это нужно понимать значит следующий для меня минус это близкое расположение к улице амундсена которая достаточно в будущем будет достаточно высоко с высоким трафиком следующий момент из минусов это расположение всех квартир опять же на эту же улицу это шум это пыль грязь на мой взгляд опять же очередным минусом и камнем в огород застройщика является расположение семейных квартир на ту же улицу амундсена хотя по логике вещей такие квартиры все таки являются семейными и должны иметь вид на красивый двор заявленный застройщика опять же странная нарезка этажа на мой взгляд где семейные квартиры граничат со студиями то есть и нужно понимать что я не один человек такой который рассматривал студии как инвестиционный проект и скорее всего эти квартиры преимущественно будут идти под сдачу располагать их с трехкомнатными по соседству сомнительный плюс какое впечатление оставил жк амундсен в твоем сердце из основных минусов то есть нужно понимать что лично для меня это высокий ценник за квадратный метр неоправданно высокий для данной локации второй окна семейных квартир смотрят на пыльную грязную с высоким трафиком улицу амундсена в перспективе они на красивый двор как заявляет застройщик опять же никакой конкретики по поводу материалов используем при строительстве как минимум окон будет ли шум шум пыль и так далее значит ну и вопросы собственно к самой архитектуре это наверное из основных из плюсов опять же повторюсь меня действительно подкупает двор архитектурно с его функционалом меня подкупает места общего пользования это нужно понимать что как заявляет застройщик и камины и кафе и зоны отдыха и детские игровые комнаты да и тот же самый рояль значит это безусловно заявка достаточно высоко и естественно самый значит такой серьезный плюс это обслуживание самого жилого комплекса по заявлению застройщика он это берет на собственный контроль и при этом при всем дает невысокий тариф всего лишь 40 рублей за квадратный метр слушай ты мне писал в комментариях что тебя смущает вот эти холмы зеленые ты говоришь что их будут вытаптывать то есть у тебя здесь во дворе такая же история примерно и они все время плешивые как ты сказал так это или не так что тебя здесь смущает вопрос действительно такой интересный в том плане что я на наглядном примере в своем жилом комплексе лицезрел вот эти так называемые альпийские горки у нас они небольшие не такие большие как заявляет как заявлены в жека амундсен 15 метровый но тем не менее исходя из практики лично в нашем жилом комплексе газон достаточно вытоптаны уже спустя полгода год и это нужно либо подсеивать либо еще как-то нужно понимать что это будет дополнительная нагрузка либо на застройщика либо на жильцов но это в общем вопросы из разряда будет не будет мы это все посмотрим и снимем завершение я у тебя хочу задать последний финальный вопрос ты смотрел там четыре квартиры насколько я знаю ты мне писал так в комментариях две инвестиционных две жилых родителями себе в итоге ты решился покупать там квартиру если да то почему если нет то почему подводя итог значит скажу сразу я принял решение не приобретать квартиры по нескольким причинам это безусловно высокий ценник как для инвестиционного проекта так и для личного использования для проживания потому что к этой стоимости нужно закладывать еще стоимость ремонта и собственно второй момент это реализация самого проекта на данном этапе есть большие вопросы сомнения точнее так сказать реализуется проект в том объеме в котором заявил застройщик или все-таки нет мои в первую очередь ожидания это обслуживание точно дороже мои ожидания что если что-то пойдет не так с продажами а это я думаю покажет уже лето 22 года в плане ожидания реальность можно сколько угодно убирать шахматки сайта проданные квартиры но все коллеги партнеры заказывают выписку из росреестра по участку по земельному и видят реально выбывшие квартиры поэтому вот мы и посмотрим то есть лето в моем понимании станет показательно насколько горожане готовы верить обещаниям неизвестного в екатеринбурге застройщика с красивыми очень красивыми очень классными картинками и насколько они готовы переплачивать ну как переплачивать до платить за качественный продукт дворового благоустройства не видя его в живу ну надо отдать им должно это что-то новенькое в плане масштабности вообще в принципе подхода к дворовой на территории и вообще к мопам то ты не так что-то невероятно ну да то есть рояль в холле но у меня тоже спрашивали ну блин сколько скали 2000 квартир 2000 квартир будут вы понимаешь если бы не сказали рояль в холле в квартире в клубном дом доме уровня тихо я такой типа ну да могут ребята там собраться до ресторанчика но даже там его нет о том и речь даже там с его бешеными коммуналками нет рояля в холле нет камина в холле может есть кстати я вот не помню нет нету насколько я знаю хотя я в тихо не конечно тоже не вот в кандинском нет понимаешь в клевере нет в клевере всего один прудик сделали один а здесь 4 с фонтанами бьющем ну то есть слушать с водопадами да ну с перекатными да вот это есть вот мы почему весь этот разговор то затеяли то есть у меня сразу же в голове ага если продажи там не пошли ли что-то с продажами не так то есть это же все на чем скажется то есть на конечном продукте то есть вы вывезут ли в условиях современных когда там пропадают какие-то поставщики материалы там они дорожают там тогда и так далее да даже несмотря на тот заявленный ценник там большой от них ну а он большой ну то есть вытянуть ли они там двадцать пятому году весь этот проект в том виде котором они его заявили мы с тобой спросили же у геннадия хотите ли вы рендеры свои прикрепить городу любого части нет вот это меня насторожил но это никто не насчет не стражила я там хотел тебя откомментировать это никто не может сделать просто потому что юристы никакие не пропустят такие обещания как можно обещать комплектацию двадцать пятого года в условиях нашей страны блин ты вообще представляешь что будет даже в конце двадцать второго года с взаимодействием там с европам да даже с китаем бог с ним мы вообще не знаем что сейчас геополитически будет твориться в перспективе полугода хорошо но тогда как покупателю себя застраховать получается никак никак но ты хотя бы в договоре можешь прописать что ничего мы ну почему что ну то приложить что по договору мы там обязуемся посадить 20 деревьев там ну мы не знаем каких-то они могут поменяться но 20 точно не из питомников германии да а где-нибудь из-под перми выкорчевать выкопаем в лесу там привезем вот к нему здесь не важно но не будут понимаешь значит там 8 розовых кустов там значит будут не из франции то горки с перепадом 3 метра три штуки вынь да положь ну да да вот это же можно но они прикладывают ничего я тоже с юристами разговариваю кстати ролики есть поэтому вот юристы говорят слышите ребят но вы покупаете как то есть вот вы рискуете деньгами по сути по факту не закрепляя не как я не закрепляя никакие обязательства поэтому пожалуйста прописывайте это в договоре если в договоре не прописывают вы хотя бы сами прикладывать это видео записывайте аудио записывайте разговора нас менеджерам там тогда ну как-то чтоб хоть какие-то доказательства были скриншоты делать из сайта и у нотариуса заверяю именно так они так и говорят потому что почему-то никто из застройщиков умеют и прикрывают я считаю это это прикрытие такой мы прикрываемся но мы же не знаем что у нас будет на рынке но подожди вот когда ты задаешь вот так вопрос они такие ну а как мы можем гарантировать это с одной стороны а с другой стороны сидит менеджер там ну или вот руководитель отдела продаж который тавыча никаких проблем вот пожалуйста посмотрите мы же там реализовали там реализовать и у нас это все будет окей закрепив договорик я скажу тебе интересный момент у нас в городе были такие прецеденты когда там обещали на айтауэр когда начинал в старте продаж там на крыше обещали паркинг на условного паркингаре теннисный корт на крыше паркинга теннисных ну всем было понятно что это бред сивой кобылы все это маркетинговая история но вот обещали но здесь очень важный момент знаешь какой со сцены сейчас на риэлторское сообщество скорее всего на презентации для жителей вот который пройдет 16 это декларирует сам собственник не руководитель отдела продаж не коммерческий директор не директор по маркетингу на которого потом можно кивнуть и сказать он вам обещал он со мной этот финн план не согласовывал поэтому я вам брата это не обещал мне лично и на 150 риэлторов города камин рояль в кустах по имп господи слова был и пэмп трек зигла зиплайн 10-метровый хо хо это как его называются мне тело атриум да мне лично это все декларировал человек который бабками отвечает за финансирование этого продукта поэтому здесь кивнуть не получится вот в чем вопрос если у виктора тарасенко персоны года на urban awards серьезные намерения мы понимаем что они серьезные в принципе рынка екатеринбурга привлекательных ну тогда братан придется отвечать я не знаю может быть там какие-то другие источники финансирования есть и придется там не знаю дофинансировать да как нам проговорили застройщик что типа где-то в астрахани он первую часть благоустройства своими бабками вкидывать на в принципе с тобой без разницы но через два года перейдем на это место и с ними по следам у нас с тобой youtube ролик сохранится мы придем и снимем но я тебе скажу так мы с тобой это обсуждали за кадром это очень круто что такое явление в принципе есть потому что это заставляет вздрогнуть местных состройщиков и в том числе того же рсг академическая как-то поработать над своим продуктом во дворах то есть как бы это прецедент который в случае если он выстрелит как примерно как брусника в свое время в десятом году кардинально изменит подходы к другому другому устройству поэтому я как и сказал я не готов сейчас доверять свои деньги и деньги своих лет вот на этом этапе на этом этапе на основании информации которые я знаю и там мыслительного процесса которые на анализы которые я провел я не готов туда доверять свои деньги точно я готов рассматривать клиентов привязанных к локации академические которые берут для жизни для перспективной жизни вот влюбившись во всю эту концепцию но с оговорочка о том что ребята я вам на сегодняшний день поручиться что это будет сто процентов реализовано так не готов но если они сами поручили не могут и договорами да что если собственник говорит слышит да нормальные ребята там не знают в астрахань слетал да там был и не знаю там собственника лично знают но от каких-то такой портрет клиентов которые там типа вот я готов рискнуть я понимаю что если это реализуется ну как бы мы же все понимаем да что везде есть определенный риск все понимают что эти деньги которые ты сейчас кстати только сейчас в голову пришло ты сейчас вкладывай что-то 130 тысяч за метр квадратный в отличие от многих проектов которые по из кровати типа положил на из крови такой блин так это деньги будут совершенно другие здесь сейчас принципе 130 даже через два года будут нормальные деньги для академического ты если что если вдруг пойдет не так себе что-то другое нормально вполне рабочий продукт в том же ландау по переуступке заберешь ну то есть обесценивание твоих денег как случае там с условным ландау на старте брусничном не будет да что типа ребят я вам доверил деньги внес через год максимум что мне могут вернуть мои деньги они уже ничего не стоят вполне себе стоит 130 тысяч метр квадратный вполне себе нормальные деньги поэтому вот если ты как бы у тебя есть свободные деньги ты доверился концепции ты понимаешь что в самом худшем случае ты можешь просто забрать деньги если что-то пошло не так и не реализует ну окей ну вот вкладывайся но зато и тут же как это как в рулетке если ты выиграл и если это благоустройство реализовано и она уже продает само себя то окей 150 плюс может быть она и будет стоить вот тут такая тонкая грань и но кстати интересная мысль про из крови почему почему нет это уже перспективе хороший день для академического но я бы сказал конечно очень амбициозный проект и действительно интересно посмотреть в итоге это будет получаться потому что сейчас мы с тобой это были там одна земля просто под ногами они даже еще фундаменты не залили и уже такое значит такая заявка значит смотрите каких застройщик насколько я знаю обещал риэлтор в которые там будут лучшими по продажам свозить в астрахань вот если меня неожиданно своим нулем продаж позовут в астрахань то я тебе смогу дать хотя бы фидбэк что реализовано в астрахани и в каком виде в идеале я бы еще пообщался с жителями взял у них буклетики которые мы рисовали изначально и вот прям вот воочию убедился что нифига себе вот буклетику нифига себе люди бы сказали вы знаете у нас прям восхищение вот может есть кто-нибудь из астрахани в подписчики напишите мне в комментариях есть кто-нибудь жители укроп укроп название жилого комплекса это уже странно атмосфера вот жители этих комплексов есть я тебе честно могу сказать я когда готовился к презентации застройщика я думал ну типа надо понимать что я посмотрел обзор жилого комплекса атмосфера про который нам сегодня красочно говорили про google устройство там есть риэлтор который ходит и снимает там ну типа посещение шоурума ну места общего пользования для екатеринбурга я тебе скажу колхоз типовой этаж колхоз армстронг стандартные ничего фееричного я там не увидел то есть тут еще вопрос но такое опасение мое что тот продукт качественно который считается который покупатель любит ценит и так далее да в астрахани на фоне их типовой застройки вы там ребята с прогресса прогрессивные выстрелили и красавчики но здесь вам придется с мастодонтами продукта конкурировать уровня брусники на который уже собаку на этом деле стихили в том числе и обсчитывая все это у гмк да то есть тоже прилично строят в общем-то достаточно и холлы красивые делать и территории красиво у нас много принц недвижимость брусника этот самый атлас девелопмент после ребрендинга научился играть продукты у нас у нас очень много продуктовых застройщиков надо сказать что публика уже достаточно не спалована в этом плане и соответственно вам ребята из прогресса придется конкурировать именно с этими товарищами и и вернемся к вопросу партнерского канала у нас же и партнерский канал уже риэлтский я имею ввиду он же уже тоже на той же истории екопарка не екопарк геометрии обжегся то есть одно дело когда застройщики обещают большую комиссию а второе дело когда там например через год уже куча всего оптимизировано в этом доме до рояль в кустах рояль в холле отменился канатная дорога уже не 10 метровая а это самое просто когда как музейный экспонат стоит на расстоянии 5 метров партнеры перестанут это продавать а у них очень большая ставка мы проговорили за кадром что у них очень большая ставка на риэлторский канал и она разумная ставка но блин вот как вот мне как риэлтор продавать единственный хочешь сказать что немножко еще пока доверие не сложилось никакого вообще нет просто классные ребята хороший отдел продаж кто-то из брусники но и миссии красивые костюмы красивые костюм от киркорова до замороченности понимаете то есть у них даже не только костюмы кроссовки даже фирменные конфеты желтый пойми вот когда брусника стартанула в локациях можно деле и кончится все на кроссовках и конфетах не дай бог вот но я не через беру проект финансирует банк есть там уже деньги на то что под достроить вроде как в таком виде но как бы как это просчитано как вот то есть из бергами то что я услышал сегодняшний там сберна и скроу счету ну хочется верить что за то время сколько действует системой скроу в банке научились более-менее прогнозировать там динамику цен и так далее там играть в динамическое ценообразование чтобы как бы сказать одобрить прогрессу сказать ребят окей стартовые цены нормальные там дорастем с вами до 170 все классно мы вам одобряем я вот я вот если на месте банка был я такой сколько 130 только со 110 начнем потом у тебя благоустройство более не появится и день к 150 выразить ну если она у тебя появится вот здесь же смелая сама заявление науки но банк тоже это финансирует да под большой процент если там например они с продажами справляются у них ставка растет по и скроу финансирует но уже банк поручился и это не абы кто а сбербанк поэтому хочется верить лучше желаю ребятам искренне желаю удачи очень любопытно посмотреть пусть даже stories коллег потому что я не продам в течение месяца что реализовано в астрахани глазами вот там риэлтора да не то что рекламные ролики понятно мы все умеем красиво снимать вот и очень любопытно посмотреть на динамику продаж за вот это лето вот это лето на мой взгляд очень сильно покажет но я думаю что мы по итогам этого лета если что-то изменится сдвинется и появится интересно то мы обязательно это снимем вам покажем пока пишите в комментариях задавайте вопросы возможно не затронули какую-то важную тему на ваш взгляд поэтому обязательно пишите в комментариях свои вопросы мы ответим но я со своей стороны тоже искренне желаю ребятам успеха и реализации в 99 процентов как мы все понимаем что нет предела совершенства если это реализуется ребята это новый уровень благоустройства в нашем городе потому что такого масштабного проекта у нас еще не было были попытки такого масштаба даже не было попыток будем чужие к партам хотел четную не в это все равно не то другой 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 именно чтобы в твоем дворе то есть если рядом парк то вот например там же к современник да грубо говоря на неплохой парк мы снимали сюжет может на него ссылку дать неплохой парк получился но вот этого там перепады высот холмы по импу господи слова это не могу проклятая запомнить зоны воды в общем получается что получая такой твор вам не надо больше ездить ни в какие парки развлечений потому что для детей в принципе вот она все и ходить даже для детей и мы с тобой проговорили и ты удивился зона барбекю для взрослых зона барбекю спортивные зоны но в общем это сухой кофейня рояль послушать никуда очень надо в театр даже находить а рояль в холле играть моцу его только позови искренне желаем чтобы это так случилось по потому что наши застройщики конечно по этому поводу репу почешут и тоже буду думать о как бы не значит что-нибудь тоже такое замутить прикольная наверное мне так кажется сто процентов если эта история выстрелит и если она найдет своего покупателя при таком ценообразовании такой локации в такой локации и с неизвестным застройщиком то нашим не то что там гребать ждать придется с горячим пуканом бегать и думать что сделать чтобы переходить инициативу просто в сравнении да то есть дом на бульваре там локация сумасшедшая просто там с выходом в парк не может продаться там за 130 продалась уже вроде ну да ладно долго в общем как-то не со скрипом ну то есть вот чтобы вы понимали но все общем на этом все всем пока подписывайтесь на канал жмите на колокольчик обязательно ставьте лайк друзьям и пишите в комментариях мы для вас здесь старались с павлом чтобы вам дорогие друзья люди хоть как-то раскрыть глаза так сказать на происходящее в нашем мире застройки так сказать и мы обязательно прогресс мы зафиксировали ваше обещание и мы их проверим и будем надеяться что будет также как ссоха они сами нас пригласят и скажет ребят добро пожаловать наши двери открыты приходите смотрите реализацию удачи пока